МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане было наложено 422 тысячи штрафов на сумму более 3,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день погашены более половины санкций на сумму около 2,5 миллиардов. Ощутимый вклад в государственную казну от нерадивых водителей, казалось бы, должен как-то сказаться на улучшение качества дорог в Казахстане. Однако автомобилисты по-прежнему продолжают ездить по колдобинам. А как вы думаете, куда уходят деньги? Какие деньги? Которые... Налог, что ли? Штрафы, которые вы оплачиваете? Не знаю. Дорога все-таки до сих пор в яму. Ничего не делается. Я тоже хочу у кого-то спросить этот вопрос. Якобы для пополнения бюджета, а так кто его знает? А дороги у вас наши устраиваются? Нет. Ужасно. Вот от Алматы отъедете 50 километров и посмотрите, какие там. Даже не 50. Вот за Алматы Нордой съездите, посмотрите, какие там ямы. Действительно, куда уходят взысканные с нарушителей миллиарды, предположить трудно. Но денег государству, точнее его правящей верхушки, всегда мало. На чем можно быстро разбогатеть, вопрос нехитрый. Разумеется, повысив штрафы и всевозможную мзду. Идеология Аккорды налицо. Вроде бы пользу обществу искоренение правонарушителей на колесах. И при этом пополнение казны. Как вы относитесь к тому, что штрафы в два раза возросли на правила дорожного движения? Конечно, это тяжеловато же. Сейчас зарплаты какие, блин. Как относится? Плохо, конечно. Перебор, перебор. Это чересчур. И так больше же штрафов. Куда еще? Водители и так бедно живут. Таксует, половина Алмата таксует, таксисты. А как вы думаете, куда эти деньги уходят? Кармана, гаишников. Это у них нет. А дороги наши? Нет, вот представьте себе, да, выезд на встречную полосу, да, грубо говоря, 20 тысяч, да? 28 тысяч? Ну, 20. А сейчас будет 40. Если раньше гаишника можно было договориться за 10, то теперь он скажет уже 20. Правильно? Опять кому же пойдут деньги? Опять же этим же гаишникам. Бюджет этого пополняться наверняка нет. Теперь нехитрая арифметика. Самая большая зарплата честного казахстанского провинциального трудяги – приблизительно 36 тысяч тенге. А штраф, например, за наиболее распространенное нарушение – превышение скоростного режима максимум на 20 км в час – обойдется в 20 тысяч тенге. Повторная санкция – 80 тысяч и вовсе вгонят горе водителя в кредит. Однако крупные штрафы государство решило демпинговать. И если нарушитель ПДД оплатит штраф в течение 7 дней, то отдаст в два раза меньше. То есть по 100% старому тарифу. Просто ноу-хау казахстанских властей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok